Сегодня представители Министерства здравоохранения края встретились с жителями поселка Березовка и коллективом медиков. Напомню, в понедельник стало известно о конфликте педиатров Березовской райбольницы с главврачом. Медики, уставшие от постоянной работы на ночных вызовах, попросили расширить штат дежурных докторов и увеличить доплату за экстренные выезды, на что руководство ответило отказом. Как следствие, врачи отказались работать внеурочно и подписывать так называемый эффективный контракт. За этим начались увольнения. Приходим на эффективный контракт, значит, вписан пусто о том, что врачи-педиатры за соответствующую оплату должны оказывать экстренную и неотложную помощь детям своего территориального общества. Они отказались. Я ее приводила, и предложила им уволиться. В итоге двое врачей были уволены по решению начальства, еще двое ушли по собственному желанию. Отмечу, эффективный контракт – это одна из разновидностей трудового договора, и обычно медики, работающие на таких условиях, получают большее вознаграждение. Но подписывать договор врачи должны добровольно. Сейчас сформирована специальная комиссия, которая проверяет законность действий главврача. Результаты станут известны к концу следующей недели. В Краевом Минздраве заверили, что в любом случае жителям поселка будет оказываться вся необходимая медицинская помощь без ограничений. Будут даны оценки действий руководителя учреждения. Что касается ситуации с организацией медицинской помощи, Наша задача – обеспечить в полном объеме интересы и детского, и взрослого населения на доступную помощь. Работа педиатрических участков, работа по экстренным дежурствам будет обеспечена в полном объеме. Действия министерства здесь просты и понятны. Мы приведем соответствие законодательства даже путем изменения назначения главных врачей. Такая полномочия у министерства здравоохранения есть.